Dell G5 5590 компактный игровой ноутбук с мощной видеокартой. В комплекте помимо ноутбука поставляется блок питания и необходимая документация. Весит ноутбук чуть больше двух с половиной килограмм и имеет толщину 24 миллиметра. Игровое решение компании Dell выполнено в необычном ребристом корпусе. Под крышкой расположена полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой клавиш. Тропный тачпад смещен влево. Диагональ устройства составляет 15,6 дюйма. Экран здесь матовый, а в его основе применяется IPS-матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Экранные рамки относительно тонкие, если не считать нижние горизонтальные панели. Над дисплеем находится фронтальная камера. Сглянем на доступные порты. У ноутбука есть карт-видер, три порта USB и порт USB Type-C, разъем питания, разъем HDMI, разъем мини-дисплейпорт, порт для сетевого кабеля, разъем для наушников и разъем для клинового замка. Высокую мощность работы ноутбука обеспечивает шестиядерный процессор Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с поддержкой трассировки лучей. Объем оперативной памяти достаточно скромный для игрового ноутбука. Всего 8 гигабайт. Для установки игр предусмотрен жесткий диск на 1 терабайт и SSD на 128 гигабайт. Данных характеристик хватит для комфортной игры в Assassin's Creed Odyssey на ультра настройках графики при кадровой частоте до 50 FPS. Также ноутбук потянет метро исход на ультра настройках с включенной трассировкой лучей. Несмотря на систему охлаждения с двумя вентиляторами с продуманной конструкцией тепловых трубок, ноутбук может сильно нагреваться во время длительного прохождения требовательных игр. Будет не лишним обзавестись охлаждающей подставкой. Приблизительное время автономной работы ноутбука при активной игре составляет 3-4 часа. В целом же перед нами мощный игровой ноутбук, который может потянуть современные игры с поддержкой трассировки лучей. Однако докупить оперативной памяти и подставку с охлаждением не помешает. Он достаточно компактный и его удобно брать с собой, но низкое время автономной работы не позволит наслаждаться игрой долго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова